О самых крупных озерах, национальных блюдах и народных праздниках для ульянцев всех возрастов приготовили 30 интересных вопросов. «Гордись симбирским краем» – так называется этнографический диктант, который в формате массовой акции проходит уже третий раз на территории нашего региона. «Старт этой акции был дан инициативой губернатора нашего региона Сергея Ивановича Морозова. И ежегодно количество участников акции, что нас особенно радует, возрастает. Если в прошлом году у нас было 85 площадок, то в этом году уже 89». В педагогическом университете собрались школьники, студенты и их преподаватели. Перед проверкой знаний организаторы решили их развлечь и устроили концерт с выступлениями народных коллективов. После выступления с музыкальными номерами желающие пройти тест отправились в аудиторию. Одной из добровольцев оказалась студентка естественно-географического факультета. Будущий географ Ксения признала, что к испытаниям особо не готовилась. Она уверена, что эрудиции и кругозора хватит на все вопросы. Однако, по ее мнению, в тесте есть и подводные камни. «Отдельно я ничего не изучала, просто на предметах мы проходили, так как у нас есть предметы этнографии, например. Мы готовились, так что мы готовы. Обычно у всех вызывает сложность именно с расселением, где кто живет, какой народ». Уже через неделю, по словам организаторов, будут готовы результаты тестирования. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.